Чи есть эзотеричный метод, чтобы людина ничего не забывала? То человек постоянно, то паспорт загубит, то телефон, обозонтик, постоянно что-то губит. Необходимо носить зеленое что-то на себе. Зеленую рубашку, зеленую футболку, зеленые носки, еще что-то зеленое. Если человек носит что-либо зеленое, смотрит на зеленые растения, а в квартире включаете зеленый свет, все это вместе восстанавливается знание. Также на ночь обязательно одна чайная ложка меда, запить это водичкой. И прямо сразу же лечь спать. Можно молочком. В небольшом количестве, но если можно и в большом. И тогда сладкое может быть еще и с заменителем сахара. То есть не обязательно мед, можно любой заменитель. Можно там арахисовую пасту. Или финик можно съесть. Инжир можно сушеный, потому что в нем глюкоза такого вида, которая мозгами только усваивается. Кстати, мои слова о том, что обозначает мозг, я не договорил. Мозг на ночь употребляет самое большое количество калорий, которые человек на протяжении дня накапливает. Почему человек хочет на ночь кушать? Потому что в этот момент его мозг просит эйфории. А он ее может, он хочет кушать. Мозг. А чем мозг питается? Как ни странно, он питается глюкозой. Как в общем-то все в нашем теле. Наше тело состоит из клеток. В клетках находятся митохондрии и питаются клетки глюкозой. Потому что митохондрии едят глюкозу. А из чего состоят клетки? Они состоят из белка. А что, как, тогда как это все происходит? Сама клетка восстанавливается за счет того, что белки. Но клетка может быть, чем она питается? Она не питается, а восстанавливается за счет аминокислот, которые делаются из белка. Потому что белок любой это полимер грубо. А уже разделенный на мономеры является аминокислотами и так далее. Сложно там все. Поэтому мозг из чего состоит? На ночь человеку очень нужна глюкоза, которая может синтезироваться напрямую и восстанавливать деятельность мозга, восстанавливая ее. Если есть перед сном физически активные упражнения, тогда выделяется молочная кислота, которая становится лактиндогидрогеназой за счет почек и печени. И вторично восстанавливается глюкоза, особо нужная для мозга. И в этот момент мозг восстанавливается. Либо просто человек принимает глюкозу, какую-нибудь желательно, чтобы это мед был. Точно так же на ночь ложитесь, ешьте что-то сладкое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok